Пётр Людвиг. Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра? Эпиграф 1. Надежда не есть убеждение, что всё будет хорошо, но уверенность, что всё имеет смысл, независимо от исхода. Вацлав Гавил. Эпиграф 2. Хорошо живёт тот, кто вдохновляется любовью и руководствуется знанием. Бертран Рассел. Предисловие. Прошло более ста лет с первой публикации Зигмунда Фрейда и Йозефа Брейера, которая открыла миру понятие бессознательного и психоанализа. С тех пор наука проделала громадный путь. Возникли десятки методов и тысячи методик психотерапии, развелось направление тренингов. Когда проблема определена и найдена причина её возникновения, хорошему специалисту под силу понять и запустить механизмы её решения. В частности, при помощи выстраивания системы тренировок и упражнений. В великолепной книге Петра Людвига описан способ борьбы со злом индивидуального сознания, прокрастинации. Вам предлагается её аудиоверсия. Несомненно, главным достоинством книги является то, что она чрезвычайно практична. Автор имеет большой терапевтический и тренинговый опыт. Ему удалось описать сложнейшие понятия и ситуации, интересные и просто, сохранив при этом точность и качество изложения материала, важные для профессионалов. Я полагаю, что книга будет востребована не только широкой публикой, но и специалистами для совершенствования методов их работы. Автор сосредоточивает внимание читателей и слушателей на разных ключевых понятиях – групповые процессы, объективность, личное видение. Важнейшим элементом авторской методики является обеспечение долговременности получаемых изменений поведения. Пётр Людвиг подводит вас к пониманию того, что любая деятельность должна иметь реальный смысл. Только тогда становится возможным получение истинного удовлетворения. Предлагаемые автором методы борьбы с прокрастинацией минималистичны и просты. Работу можно начинать уже с первого раздела слов книги. В ней нет ничего лишнего, но всё, что нужно для победы, в ней есть. Пётр Людвиг даёт нам полное комплексное решение задачи. Борис Городков, психотерапевт, психиатр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слово автора Лет десять назад я был убеждён, что моя жизнь закончилась. Мозг внезапно перестал управлять половиной тела. Я ощутил страх, беспомощность, но в то же время удивительное спокойствие. Я лежал в постели, и перед глазами проходила вся моя жизнь. Пережил я и то известное состояние, когда видишь яркий свет в конце тоннеля, как в фильме. Подводил итоги, что мне удалось в жизни, а что нет. Постепенно смирился с тем, что умираю. К счастью, оказалось, я ошибался. Через несколько дней всё закончилось благополучно. Я пережил свою первую близкую встречу со смертью. Этот опыт, однако, стал важнейшим в моей жизни. Позже сам для себя я записал следующее. Умирать с осознанием того, что прожил жизнь на полную. Но, начав осуществлять это своё намерение, я обнаружил, что должен буду победить очень сильного врага. Прокрастинация. Вместе с несколькими друзьями я стал искать причины наших проволочек, нерешительности и неэффективности. Обнаружилось, что в последнее время появились довольно интересные научные работы по этой теме. На их основе мы постепенно и создали практические инструменты для борьбы с прокрастинацией. Успешно опробовав их на себе, мы решили, что было бы полезно поделиться нашими знаниями с максимально возможным количеством людей. Это привело к возникновению образовательного учреждения GrowJob, Целью деятельности которого стала помощь людям в организации эффективного использования своего времени и реализации потенциала. Одним из направлений нашей деятельности стало обучение в фирмах, другим — чтение лекций студентам чешских университетов. Многие идеи, которые помогли нам создать действенные инструменты борьбы с прокрастинацией, я собирал во время своих путешествий по миру. В течение нескольких лет я посетил ряд ведущих компаний в Германии, Австрии, Бельгии, Голландии, Дании и Норвегии. Мне представилась возможность лично обсудить с их руководством, какими способами они решают вопросы мотивации и эффективности своих сотрудников. Я заглянул за кулисы таких фирм и учреждений, как Opel, ArcelorMittal, Nova Nordics, Deutsche Lufthansa, Mille, Böhringer Ingelheim, Merck, UNICEF и Европейское космическое агентство. На протяжении семи лет работы только в Чешской Республике наши тренинги прошли около пяти тысяч человек и около ста пятидесяти посетили индивидуальные консультации. Благодаря опыту клиентов и обратной связи с ними, мы постепенно совершенствовали наши методы и приемы борьбы с прокрастинацией. В апреле 2012 года ко мне обратился Томаш Баранок из издательства Ian Melville Publishing, с предложением написать книгу. Я сказал себе, что этот вызов судьбы позволит дополнительно протестировать мои методы. Интересно, смогу ли я преодолеть прокрастинацию и справиться с созданием книги. Работа с текстом – типичная деятельность интровертов, а я экстраверт, привыкший взаимодействовать с людьми, обучать и консультировать. Поэтому создание книги оказалось для меня одной из самых трудных задач в жизни. Чтобы преодолеть затягивание процесса, мне пришлось использовать против прокрастинации весь имеющийся у меня арсенал средств. Но если вы слушаете эту книгу, значит у меня все получилось. Желаю вам приятного прослушивания и успешной борьбы с прокрастинацией. Вот увидите, у вас все получится. Петр Людвиг, Брно, 20 апреля 2013 года. Введение Что такое прокрастинация и зачем с ней бороться? Когда мы не можем убедить себя в неотложности выполнения необходимых или желаемых задач, это означает, что мы прокрастинируем. Вместо важных дел, имеющих для нас смысл, мы занимаемся чем-то несущественным. Смотрим сериалы, поливаем цветы в офисе, играем в компьютерные игры, тратим время в соцсетях, едим, даже если не голодны. Делаем повторную уборку, бесцельно слоняемся по кабинету или просто плюем в потолок. Позже из-за самоупреков и фрустрации возникает ощущение беспомощности, вновь приводящее к ничего не деланию. Но, внимание, прокрастинация – это не просто лень. Ленивый человек не хочет ничего делать и не испытывать никакого беспокойства по этому поводу. Прокрастинирующий же и рад был бы что-нибудь сделать, но у него не получается начать. Прокрастинацию нельзя путать и с отдыхом. Во время отдыха мы наполняемся новой энергией. При прокрастинации, наоборот, ее теряем. Чем меньше у нас остается энергии, тем больше возрастают шансы отложить выполнение задачи на неопределенный срок и снова ничего не делать. Люди любят оставлять все на последний момент, объясняя это тем, что им лучше работается в условиях аврала и приближения дедлайна. Но на самом деле это не так. Откладывание дел на крайний срок – питательная среда для стресса, упреков и неэффективности. Здесь не помешает вспомнить известную пословицу – не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. История синдрома откладывания. Люди страдали от прокрастинации с незапамятных времен. Еще античный поэт Гесиот уделял внимание этой проблеме в поэме «Труды и дни». И не откладывай дела до завтра, до послезавтра. Пустые амбары у тех, кто работать ленится и вечно дело откладывать любят. Богатство дается старанием. Мешкотный борется с бедами всю свою жизнь непрерывно. Человек мешкающий, человек откладывающий, человек недодельщик – так можно описать сегодняшнего прокрастинатора. Римский философ Синека предупреждал – пока мы откладываем жизнь, она проходит. В этой цитате названа главная причина, по которой нужно бороться с прокрастинацией. Прокрастинация – одно из главных препятствий, мешающих нам жить полноценной жизнью. Сожаления об упущенных возможностях и связанные с ним самоупреки отнимают гораздо больше времени, чем ушло бы на решение задачи. Недавнее исследование показало, что люди, находясь на смертном адре, больше всего сожалеют о несделанном, а не о содеянном. Из-за прокрастинации мы теряем время, которое могли бы потратить с пользой. Если нам удастся ее победить, мы сможем переделать больше дел и эффективнее реализуем наш жизненный потенциал. Настоящее время. Паралич принятия решений. Как в наше время обстоят дела с откладыванием на потом? Сегодня появляется все больше возможностей для прокрастинирования. Научиться бороться с прокрастинацией – одна из важнейших задач современного человека. За последние сто лет средняя продолжительность жизни выросла почти вдвое. Детская смертность за это время снизилась почти в десять раз. Сегодня мы живем в мире, в котором насилия и военных конфликтов меньше, чем когда-либо в истории человечества. Благодаря интернету нам доступны почти все мировые знания. Мы можем почти без ограничений путешествовать по всей планете. Знание иностранных языков помогает найти понимание в чужих странах. В карманах у нас мобильные телефоны, более совершенные, чем суперкомпьютеры 20 лет назад. Возможности использования нашего потенциала, предлагаемые современным миром, огромные. Их можно представить себе в виде ножниц. Чем больше шансов для нас появляется в современном мире, тем шире можно раскрыть эти воображаемые ножницы возможностей. И сегодня количество этих шансов велико как никогда. Идеал современного общества строится на идее расширения индивидуальной свободы. На убеждение, что чем больше ее будет у людей, тем больше они будут удовлетворены. Согласно этой теории, с каждым раскрытием ножниц возможностей, мы должны становиться все счастливее и счастливее. Так почему же сегодня люди не счастливее своих предков? Какие проблемы создает расширяющийся диапазон возможностей? Это прежде всего проблема выбора. Чем больше у нас возможностей, тем труднее на что-то решиться. Наступает так называемый паралич решения. Обдумывание всех вариантов требует таких затрат энергии, что в итоге мы не можем выбрать ни один из них. Мы откладываем принятие решения, а вместе с тем и совершение связанных с ним действий. Прокрастинируем. Чем сложнее варианты, которые мы сравниваем, тем выше шанс отложить принятие решения. При наличии нескольких вариантов существует вероятность, что вне зависимости от выбранного, мы все равно будем испытывать сожаление, представляя, что бы было при выборе другого варианта или заметив недостатки принятого решения. Знакома ли вам ситуация, когда вы знаете, что должны что-то сделать, но, несмотря на это, не делаете ничего? Когда вы в последний раз откладывали на потом какое-либо действие или решение? Случалось ли, что вы не могли выбрать ни одну из открывающихся перед вами возможностей? Какие чувства вы испытывали в тот момент? Нарастание паралича решения способствует усилению прокрастинации. Откладывание приводит к снижению продуктивности. Осознание того, что мы не в полной мере используем наш потенциал, вызывает самоупреки и фрустрацию. Ядро этой книги – несложные инструменты, техники, методы, способные помочь вам каждый день использовать свой потенциал в полном объеме. Их применение займет всего несколько минут в день, но в итоге поможет получить несколько дополнительных продуктивных часов. Эти приемы дают возможность более эффективного использования человеческого мозга, а также врожденную или приобретенную склонность к неэффективности. Вторичным продуктом борьбы с прокрастинацией является более частое активирование центров удовольствия в мозге. Благодаря этому вы будете испытывать больше положительных эмоций. Как вы себя чувствовали, действительно полноценно проживая какой-нибудь день вашей жизни? Когда это было в последний раз? Из книги вы узнаете и о том, почему ежедневная реализация потенциала является самым действенным способом достижения долговременной удовлетворенности. Итак, повысить нашу эффективность можно при помощи простых инструментов. Реализация потенциала приводит к удовлетворенности. На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться и... Вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы тоже люди. Они тоже хотят кушать. И на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально. Особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу.